Давайте сегодня с вами поделимся одной прекрасной темой, и тему будем называть «Влияние ведущего человека на массы». Мы замечаем во время Первого Царства, в книге Первого Царства, одного первосвященника, которого звали Илли. Или занимался богослужением, и у него были два сына, которые тоже были священниками и помогали своему отцу в священстве. Эти люди были без страха Божия, они как бы были безбожники в таком плане, что если бы они боялись Господа, то явно можно сказать, что они бы так не поступали. Но они силою брали жертвенное мясо для жаркова, они впадали в блуд с женщинами, которые приходили в Иерусалим, чтобы принести жертву Господу. Они поступали очень дерзко перед Господом. Первосвященник Илли должен был останавливать своих сыновей и запрещать священодействовать, так как они давали дурной пример всему Израилю. Но он этого не сделал, предпочитав своих сыновей больше Бога. Поэтому он очень так тихо, спокойно, тактично своим сыновьям говорил, если человек согрешит против человека, то для него найдется ходатая. А если человек согрешит против Бога, то для него кто будет ходатайствовать? То есть Бог ходатай, но если Бога не будет как ходатая, тогда никто не будет ходатайствовать за этого человека. Но сыновья, так как выделили мягкость своего отца, они продолжают свое беззаконное действие. И вот этот дурной пример приводил Израиля в падшее состояние. В состояние, где нужно было давать жертвоприношение согласно этому греху. Каждый грех имеет свою жертву. Если в твоей жизни появляется какой-нибудь грех, и ты понимаешь, что нужно от этого избавиться, без жертвы. Этот грех никогда не уйдет от тебя. Иисус жертва твоя, но Иисус, приходя в твою жизнь, показывает своим естеством, свою жизнь, что ты должен свою жизнь положить на алтарь, чтобы отступить от того или иного падения, или избавиться от того или иного негатива. И Бог, Дух Спитой, дает тебе такую возможность и способность это делать. Слава Господу за это. И вот война, где для поддержки израильского народа два священника, вот эти два сына, или взяли ковчег Завета и вышли, значит, на поле битвы. С одной стороны, замечаем, что вот они были носителями вот этого ковчега. Но реально они были носителями этого? Конечно, мы замечаем, что люди оскверненные, и которые оскверняли весь Израиль, и сегодня будто показывают, что они слишком духовные люди, такие великие духовные люди. И что сделал Бог? Бог убил их на поле битвы. Они мертвые упали. Ковчег Завета попал в плен. Как написано, псалмопевец говорит, что Бог был во гневе, и Он свою силу, свою мощь, свою крепость придал в руки врага. В плен. Вот. Потом чудным образом, конечно, Бог вернул слово Ему. И вот в этот пример, дал дурной пример народу, вторая персона, о которой я хочу говорить, это Самуил, который видел своими глазами весь этот процесс. Самуил жил там, где ковчег Завета. Самуил жил там, где скиния Божия. Самуил жил там, где вот это богопочтание происходило. Самуил был там, где вот эти сыновья первосвященника так негативно поступали. Самуил видел все это своими глазами. Этот человек пророческий был принят матерью его от Господа, и пророческий был отдан нам воспитание Господу. Этот человек был воспитан и возрос в духе. И Бог поднял великого пророка в лице этого человека. И весь народ знал, что он пророк Бога живого. И он судил среди Израиля. Но вот он возрос, этот человек. Он возрос, и он женился, и у него родились два сына. Я не знаю, может быть и другие дети у него были, дочери. Я ничего не знаю, Библия об этом ничего не говорит. Но вот у него два сына. И его два сына судили среди Израиля. Почему? Если первосвященник Ири нуждался, чтобы ему помогали его сыновья в первосвященстве, то тут он нуждался, чтобы его сыновья помогали ему судить весь Израиль. Потому что он ходил по всей территории израильского народа, от Дома до Версавия. И он судил, потом приходил в Раму, где он жил. И этот человек нуждался, чтобы кто-то помогал ему. А его сыновья употребили этот момент. Вместо того, чтобы идти путем отца, праведным путем, они пошли другим путем, беззаконным путем. Они начали брать взятки. А если судья берет взятки, автоматически что случается? Беззаконие. То есть они шли против Слова Божия. Народ, когда увидел, что дети Самуила, они идут беззаконным путем, народ подошел к Самуилу и востребовал царя. Самуил, вместо того, чтобы остановить своих сыновей, Самуил, вместо того, чтобы увидеть этот грех в своей жизни и в своей семье, он обличил израильский народ. Он сказал, вот посмотрите, сегодня и в это время года недождливые. Но чтобы вы знали, насколько вы согрешили перед Господом, что вы идете против Бога, я сейчас буду умолять у Бога, и Он даст, Он даст дождя. И он попросил у Господа, и был гром, и были молнии там, и пошел дождь, народ начал кричать, плакать, что мы согрешили перед Богом. И Бог Самуилу сказал, они отреклись не от тебя, но от меня. Я не знаю, друзья мои, я не знаю, почему Бог не обличил Самуила. Я не знаю, почему Самуилу Бог не сказал, ведь твои сыновья виноваты. Ты не останавливал своих сыновей, и ты сейчас обвиняешь народ Божий в этом, что они требуют царя. Самуил, неужели ты не считал в Писании, в книге Ветерозакония, когда я сказал, когда ты поставишь царей? Я вот эти дни имел в виду, что когда-нибудь израильский народ будет идти против меня, и вместо того, чтобы иметь теократию, то есть правление Бога, он будет просить политическое правление царя, чтобы вот политическое правление было у него. Я видел все эти дни, но ты, Самуил, ты самое главное, ты же пророк. Если ты просишь у меня, и я открываю небо, ведь ты не мог просить у меня, чтобы я давал тебе помощника, чтобы ты вместо этих двоих беззаконных сыновей имел других праведных помощников, чтобы этого не случилось, а ты этого не делал. Однако Самуил допускал некоторые другие моменты тоже. Удивительно, но факт. 20 лет Ковчег Завета находился где-то, и вот 20 лет он не искал лица Божия у Ковчега Завета. А Бог сказал, что жертвы твои принесешь именно туда, именно туда, где будет оставаться мое имя. А имя Божие где оставалось? Там, где Ковчег Завета. Но, однако, Самуил поднимался на высоты, и там принимал жертвоприношения. И он там делал жертвоприношения, и давал дурной пример народу Божию. А народ Божий, увидев такого мощного, могучего пророка перед Богом, который был помазанником Божиим, он как бы осмеливался принести вот такие жертвы. И он первого царя израильского народа помазал именно на высоте. Грех за грехом этот народ принимал, потому что его вожди были в грехе. Вожди вводили в грех весь народ израильский. А израильский народ из-за этого получал удары, потому что он видел неправильные образы богопочитания, неправильные образы свершеннодействия перед Господом. Он видел все это, народ видел, и шел этим путем. Это опаснейший путь, друзья мои. Итак, они получили царя. Умер Самуил, а потом уже на поле битвы умер Саул и его три сына. Пришел во главу государства Давид, которого Бог тоже через пророчество Самуила помазал царем над Израилем. Трижды он был помазан. Первый раз в своем доме, когда Самуила Бог поставил, второй раз в Хевроне, и третий раз уже над целым Израилем полностью он был помазан над царем. Этот царь знал историю Ильи. Этот царь знал историю сыновей Ильи. Этот царь видел своими глазами великого пророка Самуила, и он знал историю его сыновей, что вот через них вот этот дурной пример значит отдавался на весь Израиль. Но почему-то этот царь пошел точно таким же путем. Он взял много жен, и многоженство его привело в такое беззаконное состояние, когда его один сын изнасиловал его дочь. И самое интересное, что он не обличил своего сына. Он ни одно слово не сказал ему. Он не наказал своего сына. Друзья, если бы он наказал бы своего сына, другой его сын, Авесолом, не убил бы его. Да, и потом не пошел бы против своего отца. Случилось нечто. И это была причина в Давиде. Давид отличался от всех пророков, от всех первосвященников, тем, что у него были вот два момента. Он принимал свой грех. Он не отступал от своего греха. Он принимал свой грех. Он каялся в этом. Он падал перед всеми. Это было височайшее достижение духа. Второе. Он искал место покоя Богу. Написано, что не дам вождям моим покоя, очам моим дремания. Таколе я не найду место, жилище Богу и Аквлеву. И Бог тогда говорит, где вы найдете покой для меня? Небо престол мой, и земля поножие ног моих. Где вы найдете? То есть для Бога нет такого места. Однако Бог хотел покоя. Этот могучий Творец, этот всемогущий Бог, когда мы Его зовем всемогущим, потому что мы настолько мелки, мы настолько маленькие, что мы не можем разуметь Его. Он больше, чем всемогучий. Против Него нету силы. Нет ни одной силы против Него. Он больше, чем всемогучий. Он больше, чем безначальный, бесконечный. Он больше, чем везесуший. Больше. Это просто нам дается, чтобы немножко понять, немножко иметь представление о Боге. И вот этот Бог хотел иметь свой покой, поэтому и в седьмой день Он объявил днем покоя. Что за покой? Покой, о котором Он говорил, это именно тот покой, о котором Бог видел и говорил о Христе Иисусе и во Христе Иисусе. И когда Дух Святой в форме голуба спустился на Христа Иисуса уже в Новом Завете, именно Бог там начал покоиться. Почему? Потому что Он видел единственного человека, который должен был исполнить всю волю Божию. И воля Божия через Его руки должны были исполняться благоуспешно. Да, и через других вождей тоже исполнялась воля Божия, но не благоуспешно. Частично. Если даже 90% исполнял волю Божию Давид, но 10% он согрешал, и вот эта воля не совершалась. Вот так, как надо. А в жизни Иисуса Христа стопроцентно воля Божия совершилась. Вот почему Бог покоится в этом сердце. Когда в твоей жизни Бог хочет что-то делать, друг мой, если ты даешь место удару Божию, если ты принимаешь всякую чашу Божию, всякую чашу Божию, тогда Бог покоится в тебе. Я спрашиваю тебя, если Бог дает тебе здоровье, да, если Бог дает тебе здоровье, ты благодаришь Господа? Нет, не благодаришь Господа. Вот когда Бог прикасается к твоему здоровью, и ты начинаешь болеть, вдруг ощущаешь, что у тебя была драгоценность, это твое здоровье. Но спрашиваю тебя, а если Бог желает, чтобы хоть временно ты болел какой-нибудь болезнью, ты с благодарением принимаешь этого Господа, если ты эту чашу принимаешь с благодарением, то Бог в совершенстве исполняется, исполняет свою волю в твоей жизни, и благоуспешно твоей рукою исполняется воля Божия. Потому что Иов говорит так, доброе от Господа принимать, а злое не принимать. Так что, друг мой, мы Бога знаем только тогда, когда Он нам дает дома, Он нам дает семьи, Он нам дает благополучие, но когда Бог допускает землетрясения в нашей жизни, наводнения, если Бог допускает войны вокруг нас, мы как бы не понимаем это явление и говорим, Господи, ты почему это делаешь? Ты же нам говоришь, молись об этом, я молюсь, а вдруг что-то другое случается. Понимаешь, совершенство заключается в том, чтобы ты учился у Господа принимать ту чашу, какая она на самом деле есть. Давид говорит, что мне отдать Господу? Что мне отдаст Господу за все благодеяния Его? Он увидел, что он ничего не имеет, чтобы дать. Ничего. Он сказал, чашу Господню приму, имя Его призову. То есть, чаша Господня, это Его спасение, это Его благословение, Он примет. Мы принимаем у Господа чашу Его. Любую чашу нужно принимать. Любую чашу, как через Еремию Он давал чашу гнева всяким народу, так и бывает, что мне и тебе Он дает свою чашу. Нам нужно эту чашу взять и подавать истинный пример всем тем, которые знают нас. Десять человек, сто человек, тысяч человек, миллион людей. Хоть сколько, если люди знают. И Давид говорит, я прошу Тебя, Господи, чтобы все надеющиеся на Тебя не оставались в стыде из-за Меня. Да. И вот в жизни Ильи народ оставался в стыде из-за Него. Вот в жизни Самуила народ оставался в стыде из-за Него. Народ потребовал цели. И что случилось? В жизни Давида народ оставался в стыде из-за Него. Да, это случилось. Смотрите на политический Израиль. Что случилось? И вот после Давида его плод. Соломон сел на трон. Он был трусом. Он был трусом. В книге Песни-песней написано так, что его одор окружают шестьдесят вооруженных людей. Ты попробовал когда-нибудь спать в присутствии одного стоящего человека около тебя? Попробовал? А ты попробовал спать вместе с твоей женой? Или вместе с твоим мужем спать, когда вокруг тебя несколько человек стоят? Никто из вас не сможет спать. Этот человек окружал свой одор шестидесятю человеками. Из-за ночного страха так написано так. Так что нам кажется, что это был великий такой цель, а он был трус. Он просто боялся. Это написано в книге Песни-песней. Изучайте хорошо и вы там увидите это. Потом он родил другого сына. Его звали Ровуам. В жизни его царство разделилось на две части. Благодаря вот тому, что было передано. Как нужно жить? Давид показывал пример, как нужно жить. Его сын принял этот пример. Если у него было 15 жен приблизительно, то у этого приблизительно тысячи жен. О, прекрасно. И его жены, его сердце отклонили от Господа. Один из глава книги Третьего царства. И он начал поклоняться бесам. Поклоняться. Это ужасно. И вот посмотрите. высоты, вот эти высоты, которые были у Самуила, они перешли к Давиду. Давид допустил глубочайшую ошибку. Написано, когда Соломон сел на трон, Соломон пошел в Гаваон, третья глава Третьего царства. Пошел в Гаваон, потому что высокое место было в Гаваоне. Там был главный жертвенник. Давид допустил ошибку. Главный жертвенник оставил там. Ковчег Завета был в другом месте, а главный жертвенник оставался там. Почему? Почему? А потом, когда Соломон увидел сон, Бог открылся ему, он понял, что это не то место поклонения. Он пошел уже в город Давидов. Он встал перед Ковчегом Завета Божия и поклонился Богу. Он понял, что имя Божие остается там. Вот какая ошибка богопочитания. Вот какой дурной пример, неправильный пример. Однако, вот эти высоты остались. Давайте перейдем в Новый Завет. Мы смотрим в Новом Завете Иаков говорит, что братья, немногие делайте с учителями, потому что мы во многом в слове согрешаем. Здесь вопрос идет не о слове, о котором мы просто в обыходе разговариваем. Здесь идет об слове, как о учении, учении Божием. Здесь вопрос не идет о простых верующих, а здесь вопрос идет об учителях. Учителя, пастыря, значит, евангелисты, апостолы, пророки. Здесь вопрос идет о них. Ты кто? Может быть, ты епископ, может быть, ты пресвитер, может быть, диакон, ну, хоть кто, хоть ты кто. Но если ты апостол, если ты пророк, если ты евангелист, если ты пастырь и учитель, то от тебя требуется, требуется, Бог требует от тебя, ты можешь через это влиять на массы. То есть, написано, кто в слове не грешит, тот совершенный человек, который может обуздать и все тело. Тело касается не плоти твоей. Это не об этом идет разговор. Тело, это тело Иисуса Христа. Это говорится о церкви. И говорится, если ты учение твое ведешь перед Господом искренно, чисто, непорочно, то ты можешь влиять на общину. И общину можешь обуздать для Господа. Написано, что без откровений свыше народ одичает, то есть не обуздан. 32 глава книги Исход. Моисей обличил Аарона в одном грехе. Он допустил народ до необузданности. Вот в чем. И здесь ты, как предводитель, допускаешь народ до необузданности в чем? Твоим дурным примером. Тем, что ты не живешь так и твои дети не живут так. И люди, которые окружают тебя, они видят твою жизнь и жизнь твоих детей и они позволяют себя жить так, как ты живешь. И этим ты грешишь против этого народа. Если народ оскверняется, в книге Левит написано в 4 главе, что от тебя Бог будет требовать такой жертвы, как от всего народа. Смотри, какая царжность у тебя. Итак, размышляй об этом. Что тебе делать перед Господом? Как стоять перед Господом? Это опасное состояние, опасное явление. Итак, мы замечаем четвертую персону нашего дорогого Павла. Павел писал Тимофею так, что держи здорового учения, ибо ты знаешь, чему ты научен и как ты научен. Как научен? Можно сказать, кем ты научен? Апостол Павел не только учил, но он учил живя все это. Учить одно, говорить одно, но жизнь другое. Нам кажется, что наши сыновья, наши дети учатся, когда мы их воспитываем словом. Садись и слушай. Не делай так, не делай так, сделай так, сделай по-другому. Он никогда этому не будет учиться. Пятая голова книги Евангелиста Иоанна, 19-20, 22-2 до, если мы читаем, написано так, сын ничего не может делать от тебя, если не увидит отца делающего. Значит, действие Иисуса Христа зависело от того, что он видел у отца. Он говорит, я делаю то, что выдел у отца моего, вы делаете то, что выделю у отца вашего. Значит, наше действие зависит от того, что мы видим. В книге Откровения мы замечаем, открывается печать, иди и смотри, вторая печать, иди и смотри, третья печать, иди и смотри, четвертая печать, иди и смотри. И в книге Откровения полностью, и я смотрел, я увидел, я заметил, я вижу. И так Бог обучал Иоанна видеть. Бог тебя обучает видеть. Обучает видеть, потому что ты смотришь, и ты формируешься через твой глаз. Ты смотришь. Поэтому Иоанн говорит так, о слове жизни, о котором мы слышали, о котором мы видели, и о котором мы рассматривали, и которого осязали руки наши, о слове жизни. Нам нужно понять, что осязание – это формирование. И так мы рассматриваем и осязаем вот через это, что перед нами человек Божий, и он живет, и он голосит, и он говорит слово Божие. Таким образом, если ты подаешь пример дурной твоим детям, это твои сыновья и твои дочери, они будут формироваться так, как ты подаешь пример, но они никогда не будут внимать словам твоим. Так же и церковь, так же и община. Если ты предводитель церкви и общины, если ты подаешь дурной пример, они идут этим примером. Если ты это делаешь тайно, все равно это станет явно. Это станет явно. Написано, что нет ничего тайного, что не открылось бы. Поэтому Павел свою жизнь показывал абсолютно другую жизнь. Ни один апостол не жил так, как жил Павел. Никто не подавал этот пример, как Павел. Никому не открывался Бог, как Павлу. Вот богословие полностью, имя Божие, так не открывается ни в одном послании, как в посланиях Павла. Потому что он жил с Богом. Он жил для Бога. Никто не смел сказать, и уже ни я, ни я, но живет во мне Христос. Никто не смел сказать, подражайте мне, как я Христу. Никто. А он сказал. Потому что он жил эту жизнь. Итак, если ты говоришь, но не живешь, твое учение человеческое и несовершенное, ты твоим примером показываешь и подаешь дурной пример для других, и за это тебе придется отвечать. Сегодня перед тобою выбор. Ты можешь выбрать или менять твою позицию и жить реально перед Господом, то, что ты говоришь, или идти прямо другим путем, как пошли вот предистояшие герои Библии. Слава Господу за это. Это очень трудное слово, но нам нужно это слово. Бог благослови, чтобы сердце наше открылось перед словом, и чтобы это слово приносило много плода, и чтобы этот плод пребывал. Мир дому вашему. Аминь.